Десять дополнительных объектов в перечне безопасных и качественных дорог. Реализацию проекта в Прикаме обсудили с министром транспорта России. Средства для достройки объектов будут заложены в трехлетний бюджет. Выделение субсидий дольщикам обсудили депутаты ЗАГС Собрания. Сумма контракта превысит 150 миллионов рублей. Администрация Перми определила подрядчика по капитальному ремонту набережной. Новости на РБК Перм. Студия Станислав Загайнов. Здравствуйте. 10 объектов удалось дополнительно включить в перечень в рамках проекта безопасные и качественные дороги. Всего в список сейчас входит 89 объектов. По 79 из них заключены контракты. Накануне Федеральное дорожное агентство проинспектировало некоторые объекты в Перми. Край стал четвертым субъектом проверки после Казани, набережных Челнов и Ижевска. По дополнительным объектам конкурсы пока не проведены. На них будет потрачено 100 миллионов сэкономленных федеральных средств. Однако, как заверил глава региона, процедуру организуют в ближайший месяц, то есть до 1 августа. Действительно, те объекты, которые были дополнительно включены в перечень дорог агломерации, программы работ на 2017 год по агломерации, которая получилась возможность включить их ввиду того, что получена экономия при проведении торгов по основному перечению объектов. В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» между бюджетами 34 субъектов страны распределяются 30 миллиардов рублей. Пермская агломерация получит 1 миллиард. Напомню, в состав агломерации входят Перм, также Пермский, Добрянский и Краснокамский районы края. Проект будет осуществляться до 2025 года. Сегодня же в ходе визита делегации отмечено, что концессионер строительства Чусовского моста планирует вернуть вложенные средства за период действия соглашения и создать минимальную доходность объекта в течение 15 лет. На встрече подписано соглашение между Прикамьем и Пермской концессионной компанией, которая входит в группу ВТБ. Сам конкурс был объявлен в сентябре прошлого года. Именно с того времени банки и правительство края ввели переговоры по поводу условий соглашения. Объем инвестиций в итоге составит 14 миллиардов рублей. Финансирование будет из трех источников. Федеральный бюджет около 10 миллиардов, региональный более 1 миллиарда, еще 3 миллиарда 300 миллионов вложения концессионера. Это направление, по словам министра транспорта России Максима Соколова, станет удобным выездом из города и дорогой в сторону Ханты-Мансийска и Томска. Кроме того, это позволит обеспечить сквозной как грузовой, так и пассажирский трафик. Как уточнил глава региона, все вопросы оплаты проезда через мост останутся в компетенции региональных властей. Платным он будет для транзитного грузового транспорта. По плану в этом году начнут подготовительные и строительные работы по этому проекту. Строительство рассчитано на ближайшие 4 года. Почти 700 миллионов рублей на ближайшие 3 года будет заложено в бюджет Пермского края на выплату субсидий отдельной категории обманутых дольщиков. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета по промышленности и налогам Пермского края. Ключевые вопросы, которые задали депутаты, касались порядка предоставления субсидий, а также упорядочивания и описания процедур, которые касаются реестров граждан и реестров выделяемых средств. По словам председателя Комитета Татьяны Миролюбовой, субсидироваться будут именно дополнительные расходы дольщиков на достройку объектов. Сроки по выплатам на данный момент не установлены. Все будет варьироваться в зависимости от постановления правительства Пермского края. На сегодняшний день нами предложены в качестве получателей субсидий все категории граждан, которые по законодательству Российской Федерации имеют право на меры социальной поддержки в части жилищной политики. И, соответственно, предложены еще две дополнительные категории граждан, а именно пенсионеры и люди, которые строили свои объекты долевого участия за счет средств ипотеки. Также Михаил Сюткин отметил, что Минстрой поддерживает инициативу дольщиков первого Пермского микрорайона о создании ЖСК. Сейчас идет экспертиза проекта застройщика Комстройинвеста. Напомним, что в прошлом месяце в арбитражный суд Пермского края также поступил иск о банкротстве компаунд Живуага от жителей Перми. Строительные работы на объекте не ведутся уже несколько месяцев. Также сегодня стало известно, что прокуратура Мотовельхинского района при проведении совместной проверки с Минстроем края выявила нарушение закона при долевом строительстве двух застройщиков Общества Пермские Высоты и Общества Компаунд Живуага. Капитальным ремонтом Пермской набережной займется компания Техдоргрупп. Перм благоустройство подвело итоги отбора подрядчика. На аукцион, который объявила администрация Перми 2 мая, заявился всего один участник. Компания Техдоргрупп основана в 2009 году и занимается благоустройством, капитальным ремонтом дорог и мостов, техническим надзором. На первом этапе работы проведут на участке от Кафедрального собора до моста через Каму. Цена контракта 151,5 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работы до 30 ноября этого года. Контракт с подрядчиком будет заключен уже в конце июня. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова